Привет, добро пожаловать ко мне на канал, и в этом видео я расскажу вам про мой опыт изучения французского языка в Канаде, про курсы французского, которые я здесь посещаю, и про свои впечатления. Так, я на самом деле не планировала вообще снимать это видео, и у меня нету к нему текста, и поэтому это будет такая полная импровизация, я просто сегодня пришла с учёбы и решила, что я должна про это рассказать, потому что кому-то, возможно, это будет полезно, возможно, кого-то моя история вдохновит на то, чтобы начать учить французский язык или какой-либо другой язык. Я, конечно, не устану говорить, что изучение языков — это очень интересно, это очень полезно для вашего мозга, для вообще мозга любого человека, это очень сильно разбивает мышление, это помогает узнать другую культуру, и вообще приносит очень много пользы, и вообще насколько круто разговаривать с другими людьми, других национальностей, понимать, о чём говорят люди. Поэтому изучение языков для меня является чем-то таким прям очень-очень интересным, сокровенным, и с детства мне это нравится, я помню, как в детстве я сама начала учить алфавит английского языка, возможно, мне родители показали что-то, но я этого, естественно, не помню, но я точно помню, как моя мама стояла на кухне, я пришла к ней и начала рассказывать английские буквы, английский алфавит, потому что мне это так прям понравилось, и было очень интересно. И начну я с того, что французский я никогда не учила до того, как я приехала сюда в Канаду, но немножко лукавлю, потому что несколько уроков французского я брала, когда я уже узнала, что мы сюда поедем, в францогурящую провинцию, и там было буквально несколько уроков, на которых мы прошли вот самые там, вот эти два главные глагола, скорее всего, все их учат, когда начинают изучать французский, я так подозреваю, это глагол avoir и глагол это, to have и to be, как в английском, да, глагол to be главный, и вот во французском оба этих глагола очень часто используются, и поэтому обычно изучение начинают именно с них, вот, поэтому как бы знала я совсем-совсем чуть, не знала особо слов, вот, знала английский хорошо, и, ну как хорошо, у меня, считай, уровень advanced, я переводчик и все такое, плюс я учила где-то код испанский, а испанский с французским, они из одной группы языков, и поэтому какие-то вещи немного схожи, то есть что-то схожее, но по-другому, но суть как бы примерно одна, вот, поэтому мне вот эта база, немножко, я знаю, испанский, не особо хорошо, и я не могу на нем прям разговаривать, скорее что-то прочитать, может быть, смогу, может, какие-то там отдельные фразы сказать, там, столик заказать, например, ну, что-то такое совсем простое, вот, но прям разговаривать как бы я еще не могу, но все равно даже та база, которая у меня есть, небольшая, она мне все равно немножко помогает во французском. Так вот, про французский, сначала я сомневалась, идти ли мне на эти курсы, потом я поняла, что я все-таки хочу попробовать, было выбора два, то есть либо можно идти на полдня на занятия, либо можно идти на занятия на целый день. Если занятия у вас полдня, то вы занимаетесь по три часа, это как бы две пары, если вы занимаетесь целый день, то это получается четыре пары. Вот, за эти занятия также платят стипендию, мне тоже начали уже платить стипендию, на данный момент я занимаюсь шесть или семь недель, я точно не помню, но, в общем, шесть или семь недель, и после первого месяца пришла стипендия, стипендия приходит по почте, чеком, если вы хотите получать прямо на карточку, можно тоже это устроить, можно попросить, чтобы вам прислали прямо сразу с зачислением на карту. Вот, как происходил сам процесс зачисления? Вы находите один из центров, который близок к вашему району, к вашему дому, оставляете заявку, например, в моем случае, потому что, я так понимаю, может быть, все-таки по-разному, но в моем случае было так, что мне нужно было в определенную дату, в определенное время зайти на сайт и заполнить информацию о себе. Когда я зашла на сайт и заполнила информацию, просто сайт слетел, потому что, видимо, все желающие зашли на него одновременно, и просто сайт не работал до обеда следующего дня, я случайно просто, я постоянно обновляла, заходила, проверяла, и только в обед следующего дня удалось снова его загрузить, я заполнила форму, и все, не пришло никакого ответа на почту, что там что-то куда-то отправилось. Я даже не знала, что я пойду на эти курсы, потому что я не понимала, я вообще оставила заявку или не оставила заявку. Но, в общем, где-то через месяц, по-моему, мне пришло письмо, что вы в очереди, мы обрабатываем всех кандидатов, то есть там можно не попасть, потому что желающих очень много, особенно на начальный уровень, то есть это на уровне повышен, очень мало желающих, чем дальше, тем меньше, потому что изучать сложнее, ну и, видимо, не всем это интересно, может быть, не все хотят, вот. И поэтому я долго не знала, то есть я месяц-полтора просто была в таком неведении, потом начали приходить уже письма, где мне сказали, что все-таки группа будет, что вы, возможно, будете зачислены. Потом мне пришло письмо, что все-таки зачислено, и когда, и в какую дату начнутся занятия. И еще главное, что я забыла упомянуть, это то, что я рассказываю про французский конкретно в Канаде, потому что, возможно, во Франции или в каких-то других странах, где говорят на французском, может быть, как-то немного по-другому, потому что... Так, какая-то очень шумная машина едет. Надеюсь, меня слышат позже. Он будет косить траву прямо возле меня. Мне кажется, он хотел пошутить и поехал прямо на меня. Но мне было как-то не смешно. Мне кажется, аллергикам вообще лучше бы отойти, потому что все в пуху вот так вот наверх. Ладно, я пошла. Я не стала здесь сидеть, потому что место слишком хорошее, чтобы кому-то его отдать. Поэтому я просто подождала, пока он не едет. Антону и тетю напугал другую, потому что он к ней так же поехал. Он так еще смеется, ему смешно. Он-то знает, что он задумал, а мы-то не знаем, что он тут к нам поехал на своей этой машине, которая вот это вот там сидел. Короче, очень такой забавный момент вышел. Продолжу по поводу французского. Почему я говорю, что здесь по-другому может быть? Потому что я хочу рассказать про уровни. Я не знаю, как вот во Франции, например, но здесь 12 уровней французского. И на вот этих курсах государственных вы можете позаниматься только до 8-го. Точно, 8-й включительно. И вы можете сдать в том числе государственный тест, получить сертификацию официально. Там после каждой ступени. По-моему, сначала после 3-х модулей, потом после 6-ти модулей, после 6-го. В смысле, потом после 8-го вы сдаете тесты. И вот этот 8-й модуль, как я поняла, это как бы 2 по-английскому. То есть, если вы получите этот 8-й модуль, то вы можете поступать в университет и учиться на французском языке. Это здесь вот, в Кьюбеке. Как во Франции, я честно не знаю, возможно, что-то иначе. Сейчас у нас первые 2 модуля. И это 11 недель по полдня. Если, вот нас сейчас спросили, если мы хотим продолжать, третий модуль, он будет летом. И он будет целый модуль 11 недель. И затем можно будет записываться и дальше, как я поняла. То есть, если вы хотите продолжать, то вам не нужно заново регистрироваться и стоять в очереди. То есть, если ваша группа, как бы она набирается, если вы вот продолжаете, то вы так вместе будете идти. Если вы захотите сделать перерыв, то потом вам снова заново нужно будет регистрироваться, снова ждать, будет ли группа и все такое. Итак, про само обучение. Как оно проходит? Само обучение проходит на французском полностью. Мне очень нравятся наши преподаватели. Вообще, она нам всем очень нравится. И мне кажется, что вот эта любовь к французскому, которая у меня просыпается, увеличивается. Это вот в том числе благодаря преподавателю, потому что она очень терпеливая, она очень много раз повторяет. И я так понимаю, методика вообще преподавания заключается как раз таки в том, чтобы мы, как дети, понимали, что нам говорят. То есть, это не слово-перевод, а именно ассоциация. То есть, она может показать картинку, но чаще она показывает на себе и просто строит таким образом предложение, что мы понимаем, о чем идет речь. Да, иногда, конечно, мне требуется все-таки посмотреть, что это переводчики, если уж совсем непонятно. Но это такие редкие моменты. Поэтому в основном мы на занятиях разговариваем. То есть, я так поняла тоже, что это будет именно на первых порах только так, что мы все делаем устно. То есть, сначала, как она нам объяснила, как и дети маленькие, они учатся все это просто произносить и понимать на слуху. А потом мы еще и будем запоминать, как это писать. У нас уже был первый тест после того, как мы закончили первый модуль. У нас был тест. И там, на самом деле, нужно было уже понимать, как это все пишется. Я стараюсь запоминать еще потом параллельно. Когда я прихожу домой, я записываю выдержки конкретных правил, например, или конкретные слова, я записываю в поддельную тетрадочку под словарик. Поэтому я, в принципе, более-менее запоминаю, как пишется. Но очень большая трудность в том, что многие слова очень похожи с английским. И так как они похожи даже по произношению и по написанию, то получается, что я теперь иногда и английские слова путаю, как пишутся. Например, я записывалась по телефону к доктору. И меня попросили, здесь всегда просят продиктовать вашу фамилию и так далее. И так как на французском мы очень много практиковались как раз-таки говорить имя, фамилию, там, ну, вообще все какие-то свои данные, там, адреса, телефон и так далее, то получилось так, что у меня на автомате в голове теперь французский. Когда я начинала диктовать свой почтовый индекс, или когда я начинала диктовать телефон, я на автомате случайно начинала произносить по-французски. И это так нелепо, потому что мне как бы по-английски все же пока что еще не очень привычно что-то рассказывать иногда. Но, ну, когда еще и французский в это все влезает, и человек меняет. А тут же как бы люди, реально, они говорят на двух языках. И на каком ты скажешь иногда, там, на каком тебе легче, на том с тобой продолжат общаться. И поэтому я как бы их немножко путаю, дезинформирую тем, что у меня вылезает иногда этот французский. Каждый урок всегда что-то новое. В начале урока чаще всего мы повторяем что-то с прошлого, и чаще всего в такой разговорной форме. А потом чаще всего мы начинаем уже сразу что-то еще, что-то новое. Постоянно вот каждый день что-то новое, новое, новое. И первые несколько недель я прям приходила, рассказывала, что же мы прошли сегодня. Но потом я поняла, что уже информации настолько много, и я уже стала приходить и просто отдыхать. Вот, мне даже муж заметил, говорит, что ты не рассказываешь ничего странного. Я говорю, да, а потом. Сейчас я отойду, сейчас чуть-чуть отдохну. Вот, поэтому целый день заниматься, вот, на самом деле, было бы, наверное, совсем тяжело. Вот, может быть, кто-то так занимался, расскажите, какие у вас впечатления. В общем, пока мне очень сильно нравится, потому что информации много, и я уже стала понимать, что говорят люди вокруг. И мне уже стало интересно самой пытаться поговорить. Вот, и вторая история как раз вот про то, что я пыталась немножечко сама поговорить. И я поняла, как составить правильный вопрос. Я хотела купить себе книжку на французском, чтобы дома практиковаться читать. И я поняла, что какую-то сложную книжку, да, как бы обычную, да, там, просто, не знаю, роман какой-то, детектив там, или что угодно, я, естественно, не смогу читать, потому что это слишком трудно, потому что словарного запаса пока очень мало. И читать мне хотелось. И поэтому я подумала, куплю себе какую-нибудь книжку для детей, там, даже сказки какие-нибудь, why not, почему бы нет. Я решила, что приду, спрошу на французском, пожалуйста, покажите мне где книги для детей в районе, там, 3-6 лет. Вот, и сначала проконсультировалась со своей преподавательницей, правильно ли я придумала, как правильно это задать, этот вопрос. Она, там, меня, это, прям, ободрила, сказала, давай расскажешь потом, получилось ли у тебя сказать. Так вот, я сходила в книжную, сейчас покажу, кстати, немножко там поснимала, какие классные, там, книжки, какие прикольные, прям, для детей, особенно, книжки, с такими иллюстрациями красивыми. Вот, стояла, выбирала, выбрала себе парочку книжек, их тоже сейчас покажу. Вот, и у меня получилось, прям, получилось, я задала вопрос, правда, дальше, вот, что меня обычно и пугает, что дальше диалог не особо-то продолжается. Тут все любят вот эти смолтоки, что-то спросить, и я понимаю, что я сначала вот так хорошо начинаю, а потом могу что-то и не понимать, что мне отвечают в ответ. Но я его предупредила, предупредила, что я только учу французский, и он меня тоже, прям, ободрил, сказал, что très bien, что все хорошо сказалось. Я взяла вот эти две книги, первая называется «Клемент Адер, человек, который хотел летать». Это книга о французском инженере, который смог изобрести летательный аппарат, на котором он оторвался от земли, и это произошло впервые в истории. На второй книге написано «Жек и Монсолих», «Я начинаю читать», это серия книг для детей, которые только начинают читать. Картинки очень красочные, очень красивая книжка. Еще, что мне, наверное, вот иногда очень нравится во французском, то, что некоторые слова в русском заимствованы из французского, я думаю, что так, наверное, правильно сказать. И некоторые слова, например, этаж, шофер, там много слов, в общем, у нас есть в языке, можете даже специально погуглить, это я гуглила, специально очень много из слов заимствовано. Я раньше думала, что только слова, которые на «ф», еще на какую-то букву, но на самом деле гораздо больше слов заимствовано. И вот эти вот звуки, на самом деле, нам, тем, кто говорит по-русски, достаточно легко произносить, кроме вот этого, только не «р», другого «р». Все, у меня тоже долгое время были проблемы, сейчас же получше я уже иногда прям хорошо произношу, иногда нет, не знаю, от чего зависит. Вот, и на самом деле всякие там звуки «ж», «жи», «ш», «ш», «ф», они очень свойственны французскому. И так как в русском у нас тоже много слов, которые используют эти звуки, нам достаточно легко их произносить. И самое прикольное — это звук «йо», вот буква «йо», и там есть вот это «йо», и особенно испаноговорящие люди, они не понимают, у них нет такого звука. Это вот все время очень забавно, как кто-то пытается что произнести, очень смешно бывает, ну и я тоже, бывает даже смешно, что-нибудь пытаюсь произнести, не могу. Но это обычно как бы не смех, никто не насмехается над вами, то есть это именно такой забавный, добрый смех, именно то, что всем смешно, что вы так пытаетесь, это очень мило. И если кто-то раздумывает, идти или не идти на курсы французского в Канаде, то я говорю «идти» обязательно, потому что это очень такой увлекательный, интересный процесс, мне очень нравится. Особенно потому что не знаешь, кто с тобой будет в группе, у нас все иностранцы, все из разных стран, у всех разный бэнграунд, да, то есть все говорят на разных языках, с разным акцентом. Иногда вы пытаетесь что-то произнести, это очень смешно, вы вместе что-то понимаете или что-то не понимаете, ну и вообще находите новых друзей, то есть это очень и очень интересно, прикольно. Вообще хочу сказать, что учите языки, потому что это очень-очень интересно и увлекательно, и если у вас есть возможность поехать в среду, где на этом языке говорят, то это превосходно, но помните, что это не обязательно. Да, находясь в среде, вы быстрее начнете говорить, вот здесь, например, много вывесок, все на французском, конечно, я какие-то слова знаю просто потому, что я их вижу постоянно. Но это не так обязательно быть в среде, вы можете сами окружить себя средой того или иного языка, который вы хотите учить, вы можете делать себе вот эти стикеры, например, по квартире расклеить, где как что называется, вы можете стараться читать книги, смотреть фильмы, сериалы, вы можете найти людей, единомышленников, можете найти иностранцев, с которыми можно пообщаться, то есть это все возможно. И вот самое главное, что я хочу сказать, что не бойтесь начать, потому что начинать трудно всегда, и всегда кажется, что ты, может быть, там где-то нелепо выглядишь, но по факту иностранцам всем очень интересно поговорить с тобой на своем родном языке, им обычно, даже если вы делаете ошибки, им наоборот это очень нравится, ну не то, что вы делаете ошибки, а что вы пытаетесь, что вы с ними говорите, это как бы в том числе высказывание какого-то вот уважения к их культуре, к их языку, и поэтому все обычно очень радуются, поэтому не бойтесь, начинайте, делайте то, что вам нравится, если вы давно откладывали, то сейчас, именно тот момент, чтобы начать. Пока-пока, и до новых встреч!